Подпишись, братка, а то эти двое подавятся. На самом деле, потихоньку движемся к соточке, так что те, кто смотрит ролики без подписки, оформляйте её прямо сейчас. Сегодня вас ждёт много новостей по One Piece и раскрытие невероятных таинств. Когда выйдет фильм Ред в максимальном качестве? На какой серии будет экранизация пятого гира? Что случилось с Кайдо и Бигмам после Арки Вана? Финальная битва Мугивар против пиратов Тича в сегодняшнем ролике. Здорово, Ханина Хорни вам нами напомнит на связи. Перед просмотром ролика хочу поблагодарить всех спонсоров на ютубе и на бусте. Спасибо всем за поддержку канала и вклад в развитие контента. Всем прожимаю краба и всех меньше, чем три. Итак, сразу к темам ролика. Для начала, крайняя 1037 серия аниме соответствует 1016 главе манги One Piece. Будьте в курсе и переходите на главы без потерь. Также стала известна дата выхода тех самых серий, которые все так хотят увидеть после недавних событий манги. Показываю. 1044 глава, где произошло пробуждение фрукта Луфи и демонстрация пятого гира, будет экранизирована в 1070 серии. Выйдет она аж 9 июня 2023 года. Уже через 6,5 месяцев начинается финальный бой между Луфи и Кайдо в аниме. Так что имейте в виду. Для самых топейших, кто хочет быть в курсе подобных инсайдов, залетайте к нам в телегу. Там даже есть посты со слитыми скриншотами из серий, которые выйдут чуть ли не через год. Это все по секретным документам и доступно лишь элите. Ссылку оставляю в закрепленном комментарии. Больше людей, больше инсайдов. Сразу не отходя от главных новостей по One Piece, сообщаю, что уже как месяц анонсирована точная дата выхода фильма One Piece Red. Случится это 4 ноября. Осталось буквально две недельки. Но с мега качественной озвучкой фильм, скорее всего, будет доступен лишь на следующий день. Поэтому 5 ноября в максимальном качестве, неурезанная, полная, режиссерская версия фильма будет доступна повсеместно. Снова организуем стримчик по просмотру, готовьте хлебушек, будем проводить новый сеанс. Вы слышите? Что это за смех? Чего? Смех бога? Вы чё, пацаны, аниме? Вот смех бога. Так что не путайте, да и не расслабляйтесь, сейчас пойдут тяжелые новости, печальные. Итак, номер 2. Как все знают, в битве на Ани Гошиме Юстас Кит и Фольга завалили Биг Мам, а Луфи, издеваясь, нокаутировал Кайдо. Дальше оба Йонко, подобно Биг Бону и Кайдошику, варились в жерли вулкана на дне ямы. И после завершения самой арки начались споры. Что же случилось с двумя побежденными Йонко? По поводу Кайдо, на данный момент нет никакой конкретной инфы, где он и как себя чувствует. Но то, что он выжил, это точно. Сейчас всё расставим на места. Отталкиваясь от ситуации с Биг Мам, будет примерно понятно, что происходит с побежденным поколением Йонко. Некоторые крутари, придерживаясь поговорки «слышу звон, не знаю где он», орут, что оба Йонко мертвы и окончательно выведены из сюжета. И это, конечно, всё очень здорово, вы большие молодцы. Но давайте посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Во-первых, немного о переводе с портала One Piece Root, то есть той самой манги, которую вы все читаете на Манголибе, и принимаете это за стопроцентный, безошибочный канон. Манголиб — это нерушимый авторитет, так скажем, для многих. Ну давайте глянем по горячим следам. Например, берём вот этот фрейм из 1064 главы, и давайте посмотрим, как слова Пудинг и её охранников на плоту Чёрной Бороды донесли до русскоязычного комьюнити. Пудинг говорит, «Будь мама жива, вы бы тут не трепали языком». Это всё очень круто и подаётся так однозначно. Но я вам расскажу одну тайну. В оригинальном японском переводе и в более точном английском, нежели мангонанашенском, где типы просто пишут на свой момент, говорится так. «Мама заставит вас сожрать свои слова, если она всё ещё жива». Совсем иной смысл, да? Не, ну если для топейших парней, вещающих на всё СНГ в выражениях «она точно мертва», и если она всё ещё жива, нет разницы, то ок, сорян, мои полномочия, всё. Теперь делайте выводы сами. Дальше важный момент. В этой же главе, на каноничной обложке во время похищения Кузаном и Огером Пудинг, она держит в своих руках тлеющую библикарту Бигмам. Что ещё раз говорит о том, что она не мертва на данный момент, но находится в критическом состоянии. В момент, когда Эйс находился в здравии на Эшафоте, его библикарта также тлела в руках Луфи, что и говорило второму об угрозе жизни владельцу этой карты. То же самое и тут. Можно сделать вывод, что Бигмам находится в плохом или даже критическом состоянии, но то, что она жива, это 100%. По крайней мере, на момент 1064 главы. Как мы знаем из различных источников, она была вывезена флотом Смузи на её же корабле после инцидента на Нигашиме. Неизвестно, захватили ли они Кайдо вместе с ней. Всё-таки союзники все дела. По Кайдо пока нет никакой инфы, но раз Бигмам покинула Ванна живой, думаю, и Кайдо слить после такого удара Луфи было бы настолько дёшево, что шансов на это попросту нет. Надеюсь, показал некоторым разницу в переводе и теперь заметны те тонкие моменты, которые оставались без внимания. Теперь предлагаю перейти на вторую часть ролика, где поговорим о финальной схватке Могивар и пиратов Чёрной Бороды. Перебираемся прямиком на рафты. В последнее время подымается вновь актуальная тема по поводу финальной битвы на финальной арке. В этом ролике пройдёмся немного поверхностно и если это видео наберёт 5000 лайков, я сделаю полноценный топовый видос на эту тему, где разберу всё гораздо плотнее, чем тут. Перед вами распределение пар на финальное сражение. Я нашёл эту картинку в интернете и сейчас я её переделаю под своё видение, объясню каждую пару в двух словах. Теперь без шансов гоним на расчехление. Насчёт капитанов естественно согласен, да и многие понимают этот момент. Кому, как ни Луфи, сражаться с Тичем? Добро и зло, свет и тьма, солнце и луна сойдутся в финальной схватке за звание короля пиратов, тут и обсуждать нечего. Поэтому перейдём на следующие пары. Рораноа Зора должен ломать второго по силе после капитана, а значит врагом его будет Дождь Ширью, топейший мечник и обладатель фрукта. Из-за владения Парамецией невидимости, этот враг на самом деле хорошо подошёл бы Санджи, в плане он украл его мечту. Ведь это самая сокровенная мечта Санджи, даже больше, чем найти Олблю. И поэтому отомстить Ширью, так же как Апсалому, Коку было бы в самый раз, но навряд ли. Ширью заберёт Зоро, а чё думаете вы, черкайте в комментариях. Санджи, как по мне, сразится с Бёрджисом. До Ширью именно он был топейшим и на данный момент он капитан первой дивизии Тича, что и позволит козырять Коку над Зоро. Типа я одолел первого капитана, а ты второго. Ну короче, угар между ними будет продолжаться, если эта фишечка сбудется. Ширью, являясь сильнейшим, назначен капитаном второй дивизии флота. Так что делайте выводы. Скорее всего, Ван Пис будет идти именно по пути повырапов и сил. Поэтому расстановка с большой вероятностью будет именно такая. Зоро против Ширью, Санджи против Бёрджиса. Далее, также легчайшее распределение. Фрэнки возьмёт на себя Сан Хуан Вульфа. Этот гигант имеет фрукт и зовётся боевым кораблём. Фрэнки уже имеет кучу отсылок на то, что в будущем он также станет боевым кораблём. Даже на новой листовке Фрэнки теперь красуется Саузен Сани. Как по мне, эта пара слишком очевидна. Фрэнки сделает из себя Мегазорда, слившись с Сани. И на таких размерах пройдёт их финальный бой с Вульфом. Корабль на корабль, так сказать. Усоп против Ваногера. Ну тут слишком очевидно. Два топейших АВПшника сойдутся в бою. Ждёт нас битва снайперов. Надеюсь, все со мной согласны. Брук же возьмёт на себя Лафита. Смотрите внимательно. На их трости. Они даже одного цвета и размера. Закупались парни в одном бутике. Да и по телосложению подходят друг к другу. А это в ВанПис самое главное. Чоппер сойдётся в схватке против Дока Кью и Стронгера. Тут прям тончайший момент. Внимание. Во-первых, Стронгер выжил после атаки Фольги из последних глав. А ещё он живность. Не забывайте, в ВанПисе что главное? Верно. Живность на живность. А если кому мало таких аргументов, тогда ладно. Расчехляю топейшие пруфы. Смотрите, у Чоппера фрукт Хито-Хито-Номи. Модель-человек. Простой Зоан. Как мы узнали из крайних глав, у Дока Кью тоже Хито-Хито-Номи. Но у него мифическая логия божественного типа Парамеции бомжа. Фрукт пробуждается в подъездах и скорее всего на этой арене является непобедимым. Так что битва Чоппера скорее всего будет проходить в подъезде на Рафтале. Как смог донёс, дальше делайте выводы сами. Нами возьмёт на себя овала Писара. Во-первых, она больше всего любит деньги, а у Писаро кличка Коррумпированный Король. У Нами есть свои счёты на таких чинуш. Очень подходят они друг другу как оппоненты. Тем более они оба киски, и Нами, и Писаро. Здесь всё как по мне тоже предельно ясно. На Робин нападёт Катерина Девон, так как на Робин в последнее время всегда нападают топейшие красотки. Но в случае с Девон, которая под девочком, будет отличной парой к Робин на финальной арке. Последняя, и даже не методом исключения, финальная пара. Джимбей против Васка Шота. Васка мог бы также поменяться парой с Нами, так как её невозможно перепить, а этот парень бы постарался. На Джимбоса вышел бы Писара. Ну потому что синенький. Ладно, на самом деле также есть жирные намёки на бой Джимбея и Васка Шота. А знаете, почему Васка будет против Кильки? Потому что толстенький. Не забывайте, противосложение. На самом деле шутки шутками. Вписал их сюда чисто для развлекалого. Но пара я расставил именно так, как думаю, без рофлов. Даже в самих шутках порой есть аргументы, так что не воспринимайте как рандомную накидку. Если интересна данная тема с полным разбором, делайте 5к лайков и выкачу полноценное видео на этот счёт. Если кто-то где-то имеет другое видение, пиши комментарий. Только с нормальной аргументированной позицией. Ну или так уж и быть на рофляны. Я думаю, вот эти 10 пар попадут на 100%. Мой предикшн таков. Ваш почитаю в комментариях. По поводу Кузана. Он является важной частью команды Тича. Но есть большое но. Он 100 пудов работает под прикрытием и служит организацией меч. По итогу, я думаю, он придаст Тича во благо Дозора и мирных жителей. На стриме по новой инфе я рассказывал, что скорее всего произойдёт Саукидзи по итогу. Поэтому это я оставлю на будущее. Ну что ж, надеюсь вам понравился ролик. Вышел он довольно плотненьким и информативным. Оценивай работу лайком и пиши комменты по поводу всех этих тем. Залетайте в ВК-группу с кучей мемов или в Телегу, где обсуждаются важные новости по One Piece быстрее всех остальных источников. Или присоединяйся просто за ламповые посиделки. Если имеешь желание и возможность, поддержи канал на Бусти. Этим ты сделаешь анимеморию счастливее. Все нужные ссылки будут в закреплённом комментарии под видео. Спасибо Элите за полный просмотр. Каждому из вас низкий поклон. Покорим же все моря и станем королями вместе. До скорых встреч. Кэмпай! Слушай меня, бой, бой, вытрекрой, бой, мы из той воли, ой, бой.